Заметка Электрика Выкатной элемент Трансформатор напряжения Это у нас шины 10 кВт Это у нас защитные предохранители На этой платформе был установлен трансформатор NTM-E10 Так и кизы О нем я рассказывал в отдельном видео И достаточно подробно Здесь на задней стенке были установлены Дополнительное сопротивление Дополнительные резисторы Ну а вот снятые наши NTM-E10 Сычей, которые мы успели поменять А это у нас те сопротивления добавочные Которые были установлены на выкатном элементе И они у нас подключались Не в первичную обмотку Потому что здесь схема немножко другая Это у нас трехфазный трансформатор И 0 здесь уже выведен сюда А данное сопротивление Подключается у нас в дополнительную обмотку ADXD Это у нас гребенка Для соединения выкатного элемента С релейным отсеком Ну вот в общем трансформатор из NO По сути это однофазный Заземляющий трансформатор напряжения Однофазный литой То есть расшифровка аббревиатуры ЗНО Но сейчас они идут Собранные вот в такие вот трехфазные группы Сразу вот на такой раме Видите здесь написано трехфазная группа И схема соединения Это у нас первичные выводы А, Б и С То есть вот приходят у нас предохранители То есть первичное напряжение у нас У этих трансформаторов составляет 10 кВт И данный трансформатор имеет две вторичные обмотки Первая вторичная обмотка Это номинальное напряжение 100 вольт Ну стандартное Для приборов учета Для релей и тому подобное Счетчики электрической энергии По фидерам Различные приборы И реле защиты Вот сейчас наш ТН как раз отключен Ноль И вторая обмотка Это у нас обмотка Дополнительная обмотка Для контроля изоляции У нее напряжение в симметричном режиме Около 3 вольт А при коротком замыкании на землю Порядка от 90 до 110 вольт Это у нас реле контроля изоляции РН 5360D Это у нас выдержка для контроля изоляции Вот наш трансформатор Напряжение ЗНО 0.610 Первичное напряжение 10 кВт Вторичное напряжение 100 вольт И вторичное напряжение на дополнительной обмотке 30 вольт Ну здесь его мощности Группа соединений обмоток Класс точности Номера и тому подобное Давайте сначала расскажу Про подключение первичной обмотки Первичная обмотка у нас То есть трехфазная группа Собирается у нас в звезду То есть это у нас А, Б, С Первичное напряжение 10 кВт И у каждого трансформатора есть вывод Х То есть этот вывод как бы назван А А этот вывод у нас назван Х Вот видите у каждого такой большой винт Так вот Все эти три трансформатора Собираются в звезду Вот эта перемычка есть Вот она перемычка между этими винтами Но В нейтраль также устанавливаются У нас три резистора Три сопротивления Вот видите Здесь они идут в комплекте И установлены сюда же на раму Вот То есть величина каждого резистора 2,4 кОм Мощность у них 100 Вт В итоге они как бы Один вывод резистора у нас Соединет с землей Вот Вот с землей И вот с землей А второй вывод у нас Уходит на выводы Х То есть в итоге мы получаем Что у нас Трансформаторы собраны в звезду А нейтраль Нейтраль соединена с землей Через вот эти добавочные резисторы Общее значение резисторов Составляет в итоге 800 Ом То есть 0,8 кОм То есть вот у нас вывод Х По отношению к земле 2,4 кОм Они подключены в параллель Соответственно Общее сопротивление Суммарное сопротивление Составляет 800 Ом Вот эти самые комплекты Резисторов То есть вот у нас сами резисторы Это у нас резисторы 100 Ваттные 2,4 кОм В каждом комплекте Вот идет по 3 резистора В последнее время В комплект Выкладывают уже Готовые проводники Раньше такого не было Очень нравится Единственный момент Что не совсем качественно Выполнена вот эта опрессовка Наконечников То есть они через один Каждый выпадает В итоге я их Перепрессовываю А так они идут Определенной уже длины То есть Это у нас 3 коротких На заземление То есть Одного края Прямо на саму Шпильку А эти концы Идут у нас На Конце Отмоток То есть Вывод Икс А так же Идут 2 Готовые Перемычки Очень удобно Очень Все шпильки Одел Надобавочки Со стороны Гайки У нас Будет Припаиваться Короткий Вывод А со стороны А с другой стороны Более длинный Как вы уже заметили Приготовил трубочку Сразу Проводники Подпаял Теперь аккуратненько Одеваем трубочки Все Один комплект Я Припаял И он полностью готов К установке Вот эти вот Короткие перемычки На землю С каждой сторон Вот И предусмотрели Вот эти выводы Для каждой фазы То есть Здесь Подлиннее запас Здесь Покороче Вот этот запас Вот эти все Добавочные сопротивления Необходимы Для Защиты Трансформаторов Напряжения От Феррорезонансов То есть Данные Как бы Группа Трехфазная Считается Антирезонансной Ну это На самом деле Отдельная тема Для разговора И она Достаточно Непростая Насколько Они защищают Трансформатор Напряжения Ну в принципе Бывали у нас случаи Что и Новые Как бы Выходили из строя Причем Вот на каких-то Определенных Подстанциях С регулярной Периодичностью Выходят из строя На других Подстанциях Они работают Годами Ну естественно Вся наша Вот эта рама С трехфазной Группой Она вот Заземляется Специально Есть место Для заземления И это место Соединено С нашим Выкатным элементом То есть Вот наша Шинка Которая будет Соединяться Уже с Ячейкой А здесь Идет Проводник Для заземления Самой рамы И далее У нас На каждом Трансформаторе Имеется Как я уже говорил Вывод Основной Вторичной Обмотки То есть АХ И дополнительной Вторичной Обмотки Нижняя АД И ХД Вот у каждого Вот кстати Обозначение Схемы Соединения Видите Звезда Первичная С резистором В нейтрале А вторичная Обмотка У нас Соединяется Просто По схеме Звезда С нулем Сюда Соответственно Включается На начало Проводники Идущие В схему Это фаза С Проводник С 601 Здесь у нас Б 601 Это у нас А 601 И идет Нейтраль 0601 Уходит в схему И здесь же Сделаны Перемычки Сюда На этот Х И сюда На этот Х То есть Обычная Звезда Заземление В данном Случа Вторичная У вторичной Обмотки Заземлена Не нейтраль А фаза Б Но Заземление Выполнено Не на самой Раме Не у самого ТН А непосредственно В ячейке То есть Заземлен Вывод Б Б600 Ну вот Вот у нас Блинкер Контроля Изоляции Это у нас Автомат Отключен То что Сейчас Выключен Автомат 100 вольт Блинкер Висит Это у нас Вольтметровый Переключатель Ну это АЧР Ну и здесь Соответственно С ТН Приходит У нас Сначала На Автомат 100 вольтовый Автомат Уходит Уже На клемму И здесь Осуществляется Заземление Как раз Вот оно Идет В углу Заземление Фазы Б Видите Б600 Я установил Крышки Для Опломбировки Для дальнейшей Опломбировки Так Ну и вот У нас Остались Выводы А, Д, И, С, Д Дополнительная Обмотка У нас Подключается По схеме Разомкнутого Треугольника То есть Вот у нас Приходит Вывод На А, Д Который Уходит В схему Вернее Вот А, Д Он уходит В схему Там Установлено Реле Киза Контроля Изоляции Вот А второй Вывод Х, Д Соединен То есть Это Начало Фаза А, Д Это у нас Х, Д Отсюда С Х, Д Фаза Идет Перемычка На А, Д Фазы Б С Х, Д Идет Перемычка На А, Д Фазы С И К Х, Д Подключается Вывод Который Уходит На Второй Уходит На Реле Контроля Изоляции С другой Стороны То есть Вот На Выводы Получается А, Д Фазы А И Х, Д Фазы С У нас Подключается Реле Контроля Изоляции Уставка У него Порядка 30 Вольт У нас Везде Практически 30 Вольт С действием На Сигнал Вот Видите Это Как раз Обозначена Схема Соединения Дополнительной Обмотки Разомкнутый Треугольник Ну Вот Так В общем Мы Заменяем Наши Все НТМИ-10 На Вот Такие Трехфазные Группы Знол Знол 0610 В общем Вот Такое Небольшое Видео Про Трансформаторы Напряжения Произмерительный Трансформатор Напряжения Знол Надеюсь Что Схема Подключения Вам Понятна Если Есть Какие Вопросы Обязательно Спрашивайте В комментариях Ну На этом Пожалуй Все Если Вам Понравилось Видео Ставьте Ставьте Лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Здесь Еще Много Будет Всего Интересного Ну И С Вами Как Всегда Был Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До Новых Встреч